Музыка Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В сегодняшний день, братья и сестры, мы с особым чувством собрались в Успенском соборе Святогорской Лавры, чтобы почтить угодника Божия преподобного Иоанна Затворника Святогорского. Множество угодников Божиих в Царстве Небесном. И, как говорит Священное Писание, и на славу о Луне, и на славу о Солнце, и на славу о звездам, и звезда от звезды разенствуется во славе. Так и есть и угодники Божии. Есть, которых мы почитаем больше, которые почитаются всей Вселенной, такие, как Николай Чудотворец или Иоанн Предтеча. Есть угодники Божии, к которым мы прибегаем в особых случаях, как Пантелимон-Целитель. А есть угодники Божии, память с которых мы с особой теплотой празднуем, это земляки наши. Те угодники Божии, которые подвязались на той земле, где мы родились, где мы живем, где мы впервые произнесли слово «мама», где научились ходить, эти святые угодники связаны с нашей Родиной, с нашим Отечеством, с нашей Матерью, Церковью, в которой Господь даровал счастье жить и нам, и быть, и называться людьми церковными и православными христианами. Сегодня мы, братья и сестры, по окончании литургии крестным ходом с мощами преподобного Иоанна Затворника и с его святой иконой пойдем на монастырскую площадь, пойдем по территории Лавры. И мы должны помнить, что ведь по этим дорогам, по которым мы пойдем крестным ходом, понесем святыню святых мощей угодника Божия, ведь по этим дорогам когда-то ходил преподобный Иоанн Затворник. Ведь недаром один из описателей святых гор пишет, что когда ходишь в святых горах, кажется, что каждым своим шагом попираешь святыню, потому что вся земля здесь напитана потом труженическим, кровью мученической, слезами исповедническими. По этой земле ступали многих святых угодников Божиих, а сам воздух в святых горах содержит дыхание святых мужей, молитвенное дыхание. И вот, братья и сестры, мы сегодня как в святыню нашу Отечественную приехали в святые горы. Почтить угодника Божия преподобного Иоанна Затворника и удивляемся. Простой монах, 17 лет проживший в Затворе, где толком его никто и не видел, не написавший богословских трудов, казалось бы, не говоривших таких особых каких-то проповедей. Ну почему же на день его памяти столько народа? Конечно, к пустому колодцу за водой не ходят. И видно, исполнен благодати Божией колодец души преподобного Иоанна Затворника. Если из года в год тысячи народа собираются и черпают, и черпают благодать Святого Духа, находя себе силы для борьбы с грехом и для жизни духовной, в примере жития преподобного Иоанна Затворника. Многие угодники Божии прославились теми или иными подвигами, но у всех у них есть одна красная черта, в которой они особо жили и прославляли Бога. Одна добродетель общая для всех – это добродетель смирения. Ведь недаром говорят святые отцы, что по слову Иоанна Богослова Бог есть любовь, но после имени Божьей любовь второе имя Бога – это смирение. Не бывает святого без смирения, не бывает гордостного святого. Мало того, даже внешние подвиги, будь то пост, молитва, бдение, вериги, если не творятся с гордостью, самомнением, они не только не полезны, они губительны для человека, потому что в самомнение и в самолюбование приводят его. Преподобный Иоанн Затворник, хотя и нес величайшие подвиги, на которые силы ему добровал Господь, и, читая о житии его, поражаешься, поселившись в Затворе, в пещерном, пять лет без печного отопления, спал в гробу на соломе, которая из привала через две-три недели, носил вериги на себе, по семьсот поклонов ежедневно ложил изо дня в день, земных молясь за людей и прося у Бога милости. Смотришь на это все постоянство подвигов и думаешь, откуда силы взял человек, ведь уже был не молод и истощен был трудами и подвигами, постом и бдением. И седьмой десяток был, ну где же взять силы для старца, чтобы семьсот поклонов в день ложить? И ответ, ищем его житии, смирение глубочайшее, которое даже в дни кончины его проявилось, когда уже предсмертно он заболел, и братья боялись, чтобы он не умер в Затворе там. И попросили его перейти в больницу, но он хотел скончаться в Затворе, но ему напомнили. Настоятель обители, отец Герман, сказал, отец Иоанн, в свое время, преподобный Арсений, благословляя тебя в Затвор, сказал одно условие, при первом благословении Настоятеля выйти из Затвора. Иоанн Затворник за восемь дней до кончины своей смиренно поклонился слову Настоятеля и покорился ему, и переехал на больничный хутор на Ахтырске, где находится могилка его сейчас, и идти уже сам не мог. Так что его же на подводе везли в том гробе, в котором он спал в своей келье, ожидая кончины своей как разрешения от многотрудной плоти души своей, светлой, чистой, лучезарной, и отчая жизни будущего века. И вот, братья и сестры, всего лишь восемь дней он побыл на больнице возле Ахтырского храма монастырской, причастившись к святых христовых тайн, в доброй памяти, в молитвенном, духовном таком особом состоянии предал свою чистую душу в руки Божии. И вот эту чистую душу, вот эту чистую жизнь, вот это чистые добродетели, мы пришли с вами почерпнуть из колодца души его, как из источника живительного для каждого из нас. Счастливы были братья, которые, может, даже не осознавая, жили под молитвенным покровом преподобного Иоанна Затворника. Но счастливы и мы, братья и сестры, что и мы имеем в сегодняшний день всего великого молитвенника пред Богом. Великий молитвенник, который может великие чудеса творить по Слову Господню, верующий в меня, я же астворю, и больше сих сотворит. Так и преподобный Иоанн Затворник великие чудеса может творить по просьбе нашей, по молитвам нашим, по вере нашей. В свое время преподобному Антонию Великому было явлено, что весь мир окутан сетями вражиями. Он воскликнул в сокрушении Господи, «Да кто же избежит сетей этих вражиих, раз так все опутано?» И глаз был Божий, сетей этих вражиих избежит смиренный. И вот преподобный Иоанн Затворник, будучи смирен, велик во смирении был, а значит и велик в благодати, «Потому что Господь гордым противляется, смиренным же даяй благодать». И мы в сегодняшний день просим у преподобного Иоанна Затворника хотя бы каплю того смирения. Смирение не надо путать с малодушием. Смирение – это добродетель. Угодники Божии, они обладали смирением, но они были и мужественны. Они шли на великие подвиги, они шли на каторгу, они шли на расстрелы, шли на тюремные заключения и на мучительство шли, при этом будучи смиренными, но имея при этом мужество. Так, братья и сестры, к сожалению, в наше время, когда люди спрашивают, «Батюшка, что же за причина того, что творится в нашем обществе?» этого безумия, которое мы не можем дать, как бы сказать, отчеты, не можем понять, откуда все это берется. И я спросил у одного человека, «А как вы считаете, какой человек лучше, гордый или смиренный?» И он мне ответил, «Ну, в ваших церковных кругах считается, что смиренный». Я говорю, «А разве вы человек не церковный?» Разве вы не крещеный православный человек? Разве у церковных людей одни добродетели, а у остальных крещеных другие? Разве евангельские заповеди у нас разные? И вот эта гордость, о которой говорят святые отцы, что она гордость мать всех пороков. По гордости в свое время и Адам пал, не желая раскаиваться, и отлучен был от общения с Богом и райской жизни. По гордости нераскаянности и Иуда отпала от числа апостольского. По гордости нераскаянности многие еретики пошли в погибель и увели за собой людей в ереси и расколы. По гордости, братья и сестры, семьи разрушаются. По гордости мы не видим уважения к родителям. По гордости человеческой и в обществе ненависть, неприязнь, зависть, злоба возрастают. Все по причине гордости. И мы сегодня просим великого смиренника, преподобного Иоанна Затворника, чтобы он дал нам понять ценность этой добродетели смирения. Есть такая книжка про Таерея Вячеслава Тулупова, братья и сестры, которую в наше время, наверное, стоит каждому христианину прочитать. Эта книжка называется «О деяние Божества». О деяние Божества. И в этой книге говорится возвышенно от добродетели смирения. Читая ее, понимаешь, насколько мы глупы со своей гордостью, ропотом, осуждением, неприязнью. Насколько мы, братья и сестры, глупы и действительно, говорят святые отцы, человек гордый не может быть умным. Потому что человек гордый является противником Богу. Последователем первого гордеца, денницы сатаны, отпавшего от Бога. Он уже не Божий слуга, и не Божий последователь. Он последователь другого духа, другого настроения. И избежать мы можем этого состояния своего, только стараясь свою душу научить этому смирению. В жизни своей поступая смиренно. Но многие скажут, батюшка, ну как научиться смирению? Легко сказать, смиряйся, как сказал один послушник. Хорошо говорить, вот слушайся. Но дома не я родителей слушал, а меня родители слушали. Как же мне теперь научиться послушанию и смирению? А научиться? Ставить себя в рамки смиренно-мудрия. Что такое рамки смиренно-мудрия? Это когда у человека нету смирения, как благодатного дара, как дара Святого Духа от Бога. Но он старается и желает его приобрести дар смирения Духа Святого. Дар Божий хочет приобрести. Быть подобным, похожим на Бога хочет человек. И он старается ставить себя в рамки смирения. Внутри там и закипит может. Что-то возмутится. Он себя пересилит, положит первым поклон, попросит прощения и заставит себя смириться. Не ради смиренничания двоедушного, а ради достижения благодатного смирения. А насколько это смирение возвышено, мы видим из примера земной жизни Христа Спасителя. Ведь Он – вторая ипостасть Святой Троицы. Бог – Слово. Словом Господнем небеса утвердишася. То есть Он – Создатель мира. Един из лиц Святой Троицы. Но когда принял на Себя земную человеческую плоть, премудреший Творец был в послушании у Своей Матери Пречистой и у Своего мнимого Отца Иосифа Обручника. Творец мира был в послушании у Творения, у человека, почитая их, как родителей, слушаясь их. Какой пример смирения! Не только мы слышим, что Он был смирен и послушлив даже до смерти смерти же крестной Отцу Своему Небесному, земному мнимому Отцу, человеку тварному, был послушен Творец мира. Стяжая смирение и нам показывая примеры смирения. И угодники Божии нам показывают эти примеры. И именно об этом смирении, братья и сестры, мы и должны говорить. И когда мы постигнем эту нужность и необходимость этого смирения, тогда все люди покажутся нам ангелами, а себя будем видеть грешниками, недостойными милости не только божественной, но и человеческой. Человеку гордому все не так. И все не такие. Человеку смиренному все хорошие. Он не такой. И он себя виноватым чувствует перед всеми. Поэтому мы на прощенное воскресенье все друг у друга просим прощения, исповедуя смирение. Поэтому мы службы, братья и сестры, в церкви совершаем не как захочем, а по уставу церковному, являя смирение и послушание матери церкви. Потому мы посты соблюдаем, установленные святыми отцами, являя им послушание и апостольскому учению. Потому мы заповеди Господни чтим, потому что являем смирение и послушание к Богу и Его последователям, святым апостолам и святым мужам апостольским и святителям и церкви. Потому-то и догматы церковные держим, потому что на соборах со смирением собравшись святые отцы сказали, изволися Духу Святому и нам. Православная церковь чуждо католической гордости, которая, говорит, Папа Римский является наместник Христа на земле и прочее, и прочее. И даже он может исправлять послание апостола Павла и других апостолов. И даже учения ангельские ниже, нежели учения Папы, такая гордыня и самовластие. А у нас святые отцы решают в церкви все соборно, верую воедину святую, соборную и апостольскую церковь. Потому что в соборном разуме проявляется смирение, слышание друг друга. И вот, братья и сестры, в наше время, когда столько злобы, неприязни, ненависти, доходящей до убийства в нашем обществе, которое в безумии междоусобной брани сейчас находится, святогорская лавра, она как икона в лице братьев даже, в лице преподобного и она затворника, как надо жить. Когда-то приехали и спрашивают, в чем, что лавра сделала для нашего Отечества. И вот я привел пример. в нашей лавре и румыны, и молдаване, и гагаузы, и белорусы, и россияне, и украинцы со всех областей Украины. И мы живем мирно. И людям стараемся помогать, с любовью служаем. И обитель стараемся святыню нашу деятельной, любовью своей поддерживать. И так каждый должен в обществе. Потому что смирение дает понимание заповеди Господней «Возлюби Бога твоего и возлюби ближнего своего к сам себе». Говорит Господь «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь». Недавно, братья и сестры, посреди всего этого безумия, настроения какого-то друг против друга людей, будь то на политической основе, будь то на религиозной, будь то даже на тем, кто живет там или там. Как часто мы слышим пустые лозунги, не наполненные любовью, смирением и сопереживанием друг к другу. Мы привыкли слышать схит и захит разума, при этом друг друга настраивать против друга. И ненависть культивируется друг в друге. А я, братья и сестры, перед Успенским постом венчал пару. Она жительница села Долины, нашего села Скита. А паренек сам, рабочий из Ровенской области, которая 10 лет трудится у нас в бригаде, помогая нам отстраивать нашу святыню. Он из Ровенщины, она наша, донбасская, и я их венчал. Разве это не икона, как мы должны жить, как мы должны относиться друг к другу? И вот преподобный Иоанн Затворник, и ныне живущие братья являются братьями и сестры, не побоюсь громкого слова, в своей мере, учителями нам, как надо нам жить, пастве, Божией пастве. И каждый из нас в своем кругу, в своей семье, в своем обществе, может тоже жить так, братья и сестры. Рассивай вокруг себя любовь, смирение, кротость, деятельную любовь к своему Отечеству, не разрушая его, а созидая его, стараясь что-то доброе в нем сделать, будь то в слове, будь то в деле, будь то даже в мыслях. И в этом, братья и сестры, да поможет нам Господь милосердный и Своею благодатью, видя наше смирение и исходящее из него сокрушение сердечное и покаяние. Пускай Господь исправит все в нашей жизни. Сейчас, наверное, ни один человек не может исправить того, что заколотилось, но Бог может исправить в одну минуту, в одно мгновение, изменивший разум и чувства сердечные наши. Но в каком случае будет в нас Бог действовать, братья и сестры, если мы будем действовать, помогая Богу, потому что милость Божия там, где праведность. И Бог слушает послушного, Бог слушает смиренного, на кого воззрю, только на кроткого и смиренного, трепещущего словес мои, говорит Господь. А Давид, псалмопевец, говорит, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. А в третьем месте мы слышим слова Христовы, неложные. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Дай Боже нам искать Царствие Небесное, как искал Его в житии преподобный Иоанн Затворник, отвергший всего земного, предавший себя волю Божией и живший по воле Божией. Дай Боже, братья и сестры, и нам всем жить по воле Божией, быть Божьими, быть услышанными Богом и называться сынами и дщерьми Бога, Божьей Матери и братьями и сестрами угодников Божиих. Аминь. И хочется еще сказать, братья и сестры, в свое время преподобный Серафим Саровский говорил, поминайте моих родителей Исидора, Агафью. Кто будет за моих родителей молиться, за того и я всегдашний молитвеннику престола Божия. И мы, недавно поднявшие и нашедшие архивные документы, нашли в архивах весь род преподобного Иоанна Затворника. И родители его звали Стефан и Елена. А Иоанн Затворник с Серафимом Саровским были прихожане одного храма в Курске. Иоанн Затворник в детстве игрался с Машниными племянниками Серафима Саровского. И когда те хвастались, что у них дядя в Сарове в затворе подвязается, Иоанн Затворник восклицал, хорошо так жить, хорошо так спасаться. Это говорил восьмилетний мальчик, который свою ревность сохранил до скончания жизни и чистоту детскую, до совершенного старческого возраста пронес. По слову Господню, будьте как дети. И мы, братья и сестры, сегодня поминали родителей Стефана и Елены, преподобного Иоанна Затворника. И здесь в обители похоронена его сестра Евдокия возле церкви Антония Феодосия. Поминайте их. И я думаю, что этим мы сугубо молитвой Иоанна Затворника привлечем на наши грешные души. И за ту любовь к его родителям он ответил своей молитвенной любовью по отношению к нам грешным. Сейчас, братья и сестры, сам Христос выйдет к вам, чтобы соединиться с вами в причастии. Просьба, кто не причащается, потихонечку выйти из храма, чтобы без столпотворения, в спокойствии духа и без мятежи могли причащаться причастники. Причащать будут с кафедры батюшки. А мы здесь уже будем готовить мощи икону преподобную к крестному ходу, когда преподобный пойдет, благословляя нас и осеняя святую обитель нашу, в ней же трудолюбно подвязался. Аминь. С праздником всех! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова